На строящемся мосту через Волгу сейчас в завершающей стадии подготовка к надвижке конструкции пролёта. В настоящее время заканчивается возведение железобетонных опор. Совсем скоро объект начнёт по-настоящему походить на переправу. Нужно отметить, что возведение этой крупной транспортной артерии стоит на контроле угловой региона, который неоднократно лично осматривал строительную площадку на разных этапах. Строительство моста через Волгу идёт в рамках второго пускового комплекса прокладки последнего отрезка трассы М-11. Первый, длиной 33,5 километра, подразумевает возведение 17 искусственных сооружений. Второй пусковой комплекс предусматривает один из таких объектов. Самый крупный среди них – переправа через главную водную артерию Верхней Болжья. На сегодняшний день ведутся работы по сооружению монолитных железобетонных опор, а также сборка металлического пролётного строения на стапеле укропнения для дальнейшей надвижки пролётного строения через реку Волга. Из всех объектов заключительного отрезка автомагистрали М-11 только на двух мостах через Тверцу и Волгу пролёты будут возводиться таким способом. Но понятно, что волжский объект наиболее сложный. В данный момент на его строительстве задействовано 45 единиц техники, а также 200 человек персонала. Длина мостового перехода 738 метров состоит из 10 монолитных железобетонных опор. Металлическое пролётное строение, вес металлического пролётного строения – 5770 тонн. Обход Твери станет фактическим завершением реализации федеральной трассы М-11 Нева и позволит напрямую соединить Москву и Петербург автомагистралью высшей технической категории 1А без пересечений с другими трассами в одном уровне. Время в пути между столицами сократится до 5 часов. Это будет современная четырёхполосная дорога с транспортными развязками. Субтитры создавал DimaTorzok